О культуре в Магнитогорске состоялся 10-й фестиваль музыкально-театральных коллективов «Путешествие в сказку». Несмотря на то, что участников в этом году стало меньше, подготовленные постановки поразили не только зрителей, но и опытные жюри. О ярких выступлениях, эмоциях и, конечно, победителях расскажет Елена Старостина. Фестиваль «Путешествие в сказку» — это несколько дней ярких эмоций для его участников, зрителей и членов жюри. В этом году заявку на участие подали всего три коллектива, однако это не помешало создать атмосферу настоящего театра. Дорогая наша дочка, если бы ты знал, как долго я тебя бою, долгими, длинными вечерами, а потом ты стала вот такая большая и укладывать тебе спать в разы сложнее. Вы знаете, это такая проблема — уложить спать маленького ребенка. Ему все время что-нибудь надо. Театральный коллектив «Пиноккио» в 4-й музыкальной школе существует уже 20 лет, и каждый год ребята готовят новую постановку. При этом для всех игр в театре — лишь дополнение к основным занятиям музыкой. Берта Гаврилова — юная звездочка гитарного исполнения. Ради постановки инструмент сменила на корону. Потому что я очень люблю выступать на людях, и мне хотелось какую-то группу, выступать между людьми другими. И я когда пошла в этот театр, я как бы исполнила мини свою мечту. И если «Пиноккио» уже опытный участник фестиваля, то театр «Звездочка» школы искусств номер 7 лишь во второй раз принимает участие в конкурсе. Очень порадовались, что в этом году второй раз участвует седьмая школа, это 12-й участок. Там у них руководитель, она оперная певица в прошлом, и это чувствуется. Они вот второй год, причем они в прошлом году услышали наше мнение о том, что нужно учитывать уральскую тематику. Вот они показали «Хозяйку Медной горы». Но я только свое мне не могу высказать. Конечно, вот этот мюзикл мне больше всех понравился. Я думаю, не только мне. А это уже победители прошлого года – театр «Семицветик» детской школы искусств «Дом музыки». В этом году ребята подготовили мюзикл «Новые приключения чебурашки». Здесь и привычные герои, и совсем новые персонажи. А все потому, что желающих выступать было много, поэтому ввели новые роли. У меня эмоции и волнения есть, что мы, может быть, сыграли не так хорошо. Дебютант этого года Савелий Ершов, он же чебурашка, волновался зря. «Семицветик» победил в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшее музыкальное оформление». А в целом, без признания, не остался ни один коллектив и даже актер. Елена Старостина, Алексей Абашин, телекомпания «ТВИН».